В Севастополь с дружественным визитом приехал итальянский парламентарий Вито Каменчини. В городе Герой он встретился с депутатом Государственной Думы России Дмитрием Беликом. Политики обсудили возможности сотрудничества Севастополя и Вероны. Одно из прозвучавших предложений – подписание соглашения о сотрудничестве и побратимстве городов. Отметим, Вито Каменчини – член партии Лига Севера. Фракция выступает за отмену антироссийских санкций и поддерживает вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Цель моего визита – это не только знакомство с Крымом, но также и налаживание отношений между итальянским и русским народами. Потому что мы признаем, что санкции – это большая ошибка. В городе Герой депутату подарили книгу «Севастополь в лицах». Это уже третий визит итальянского парламентария в Крым. Кроме того, ранее Вито Каменчини приезжал в Донецкую и Луганскую народные республики. Именно он выступил с инициативой представить жительницу Донбасса Анну Туф, потерявшую семью и лишившуюся руки из-за обстрела украинских войск, на получение Нобелевской премии мира. На прошлой неделе я способствовал поддержанию кандидатуры Анны Туф. Это известная жертва трагической войны в Донбассе. И продвижению ее кандидатуры на Нобелевскую премию мира 2019 года. Надеюсь, таким способом удастся преодолеть ситуацию и найти решение мира. Политики возложили цветы к вечному огню у мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Встреча парламентариев прошла в преддверии годовщины событий русской весны на площади Нахимова. Политические события, исторические события 5 лет назад во время русской весны. То есть вот это вот мы стоим в самом сердце, можно сказать, начало тех событий, которые были 5 лет назад. И вот 16-18 марта мы будем праздновать юбилейную дату пятилетия русской весны, пятилетия возвращения Севастополя и Крыма к себе домой в родную гавань. Вита Каменчини сказал о том, что антироссийские санкции, возможно, будут сняты после выборов в Италии. Дмитрий Белик выразил надежду, что Италия станет первой страной Европейского Союза, отменившей санкции. Я буду этот вопрос обсуждать с партийным, с фракционным руководством. Межфракционное сотрудничество между Лигой Севера, правящей партией в Италии на сегодняшний день, и Единой Россией. То есть это те вопросы, которые, знаете, как эта мягкая сила, которая нас потихонечку делает сильнее, и Россию, и Италию в том числе. В рамках дружественного визита в Севастополь Вита Каменчини посетит Государственный музей-заповедник Херсонес-Таврический и Музей героической обороны и освобождения Севастополя. Севастополь